Здравствуйте, уважаемые студенты стоматологического факультета Самаркандского государственного медицинского института. Я ассистент кафедры хирургии полусерта и дентальной имплантологии Бекмуратов Лукмон Рустанович. Тема сегодняшней лекции «Показания и противопоказания к хирургическому лечению» основана на результатах диагностики периодонтита и остита. Зубосохраняющая операция «Реплантация зуба», «Алтотрансплантация» и «Алатрансплантация». Цель лекции – ознакомить показания и противопоказания к хирургическому лечению, основанным на результатах диагностики периодонтита и периостита, зубосохраняющей операции, заживление ран после зубосохраняющих операций. Задачи лекции. Первое. Показания и противопоказания к хирургическому лечению основанную на результатах диагностики периодонтита и остита. Второе. Итеологию патогенез клинику периодонтитов, периоститов, клиника рентгенологические формы хронических периодонтитов. План лекции. Первое. Периодонтиты и их особенности. Второе. Периоститы и их осложнения. Третье. Дифференциальная диагностика лечения в условиях поликлиники. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. У 84% больных причиной воспаления является больной зуб. Возбудителями чаще всего являются стафилококки, скриптококки. Воспалительные процессы в челюстно-лицевой области чаще бывают адамтогенного происхождения. Больные с острыми адамтогенными заболеваниями составляют около 20% общего числа больных в стоматологических учреждениях, и около 80% общего числа больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями. Итеология. Возбудители адамтогенных воспалительных заболеваний, такие как стафилококки, скриптококки, энтерококки, диплококки, грамм положительные и грамм отрицательные палочки, эшерихи коле протеус. Классификация перидонтитов. Острые. А. Остросирозный. И. Б. Острегнойный. Хронические. А. Гранулирующий. Б. Гранулематозный. И. В. Фиброзный. А также хронический перидонтит в стадии обострения. На данном слайде вы можете увидеть кожные свечи на лице и шее при гранулирующих перидонтитах. А также рентгенологическая картина хронических перидонтитов изображена схематично. Лечение хронического перидонтита. Резекции верхушки корня зуба. Сущность операции состоит в отсечении верхушки корня зуба и удалении патологически измененных лежащих тканей. Показания. Удаление околокорневой гранулемы, хотя имеются данные о хороших результатах при заполнении цементом корневых каналов в полости Гутнер, Анищенко, Грошиков и Евдокимов. При удалении опухолей во время секвестра эктомии, при переломе корня в области верхней его третьей, перфорации стенки корня или поломки инструмента, бора или же пульпаэкстрактора. Противопоказания. Подвижность зуба. Значительное разрушение коронки, когда нельзя восстановить коронку путем пломбирования или протезирования. Классификация адантопластики по козлову. Реплантация зубов, корней и зубных зачатков. А. Первичная. Б. Отсроченная. Аутотрансплантация зубов и их зачатков. А. В естественную лунку, соответствующую объему и форме корня трансплантата. Б. В естественную лунку, большую по объему. И В. В искусственно созданную лунку. Г. Гемотрансплантация. А. Аутотрансплантация зубов и их зачатков. Острый гнойный переостит. Острый гнойный переостит нижней челюсти в области клыка и малых коренных зубов. Отек нижнего и среднего отделов в щечной поднижечелесной областей. Острый гнойный переостит. Отек боковой поверхности лица при остром гнойном переостите нижней челюсти в области больших коренных зубов. На этом слайде изображен рисунок. Отек подъязычных валиков и переднего отдела подъязычной области перри переостите нижней челюсти с язычной стороны. Острый гнойный переостит челюсти – это острое гнойное воспаление надкосницы альвеолярного отростка или тела челюсти. Чаще всего поражаются надкосницы альвеолярного отростка – 85,6%. Реже – дневный абсцесс – около 5%. Подъязычные складки – около 9,4%. Заболевания преимущества возникают у лиц у молодого и среднего возраста от 16 до 40 лет, чаще у мужчин. На нижней челюсти причиной развития острого гнойного переостита чаще всего являются первые большие коренные зубы, зуб мудрости, реже – вторые большие коренные зубы, вторые малые коренные, первые малые коренные, вторые резцы. Одинаково часто первые резцы и клыки. На верхней челюсти причиной развития острого гнойного переостита чаще всего являются первые большие коренные зубы, первые малые коренные зубы, вторые малые коренные зубы. Реже причиной воспалительного процесса являются вторые резцы, первые резцы, клык и зуб мудрости. Итеология. Смешанная микрофлора, состоящая из стептококков и стафилококков. Грамм положительные и грамм отрицательные палочки. Гнилостные бактерии. Патогенез. Острый гнойный переостит является осложнением острого или обострения хронического передонтита, затрудненном проезвании зубов, нагноение радикулярных кист, воспаление полуретинированных и ретинированных зубов, адантома, заболевание парадонта, осложнение консервативного лечения зубов или же после травматического удаления зуба. Общие неблагоприятные факторы. Первое – охлаждение. Второе – переутомление. Третье – стрессовые ситуации. Являются фоном для развития воспалительного процесса. На данном снимке вы также можете увидеть острый гнойный переостит нижней челюсти в результате обострения хронического передонтита. Дифференциальный диагноз. Острого гнойного переостита следует дифференцировать от острого периодонтита, абсцессов, флегмон, лимфоденитов, острых сиалоденитов и острого остемерита челюстей. Лечение. Лечение острого гнойного переостита челюсти бывает консервативное, медикаментозное, и хирургическое, переостатомия. Исход. Выздоровление. Столичного картикального остемерита, острый остемерит челюсти, абсцесс и флегмоны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова